90% из тех, кто посмотрит это видео, не делают правильную аналитику конкурентов как до старта продаж, так и после. В этом видео я расскажу тебе о пяти важных вещах, которые нужно делать касаемо аналитики конкурентов и покажу практические примеры. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали! Большинство из этих примеров основаны на том опыте, который я получил, проверяя домашки по подбору товаров более чем тысячу раз. Более чем тысячу таблиц по юнит-экономике я пролистал за последние несколько месяцев. И поверь, в каждом втором подборе товара существует одна и та же ошибка. Даже если ты говоришь человеку напрямую, что нужно сделать, это не всегда легко сделать, если ты новичок и только-только готовишься выходить на маркетплейсы. Вот давай даже посмотрим одну из самых банальных ошибок, которую я уверен многие будут допускать даже после при анализе конкурентов, но при этом ее очень легко замечать. Допустим, мне понравился товар-чехол на iPhone 12 Max 7. Я думаю, что я хочу начать его продавать. Но перед тем, как начать продавать, конечно же, мне нужно сделать небольшую аналитику. Тут ты можешь ответить сам себе на вопрос, посмотрев на этот экран. Что не так с этим товаром и что мне обязательно нужно учесть? Напиши в комментариях ответ и сразу давай переходить к нему. Это самое важное. Его цена. Обычно, когда люди подбирают товар, они просто берут цену товара, то есть вот эту вот, 349 рублей, и вписывают в свою таблицу по юнит-экономике. Но, к счастью, тот же SalesFinder показывает идеально те графики, которые есть. Ведь если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что вообще-то выручка у нас была ровно до того момента, когда здесь поднялась цена. То есть за 199 рублей у этого товара есть продажи, а вот за 349 рублей у этого товара продаж практически нет. И я уверен, он уходит в минус за счет его рекламы. И после чего я могу сразу же перейти к самой выручке, увидеть, что 300 тысяч было, полторы тысячи продаж практически, 52 тысячи отзывов. И даже при всем этом у продавца нету продаж за 349 рублей. А у тебя за эту сумму продажи может насчитаться хорошая юнит-экономика, и получится ситуация, в которой ты уже заказал товар, он до тебя доехал, и ой, в мамочке он не продается за эти деньги. Хотя, казалось бы, в аналитике было и 349 рублей, и 300 тысяч оборота. Но ты не увидел самого главного, что, в общем-то, не замечает очень много людей. Если мы будем говорить о цене, то на самом деле здесь есть достаточно большое количество ошибок. Я расскажу еще об одной. Когда мы смотрим ту же самую аналитику и видим товар, вот она наша идеальная цена, 900 рублей, смотрим, график почти не меняется. Есть продажи, отзывов мало, ну то есть для нас это выглядит как действительно очень хороший товар для продажи. Ну мог бы выглядеть, если бы это не было китайской копии Xiaomi, но это отличный пример. Мы можем начать решить его продавать. И в целом, если мы посмотрим только на эту карточку, то будет все окей. Но не забывай делать полный анализ конкурентов. На своем обучении по зоне я расскажу целых два варианта, как это сделать. Через Sales Finder, когда ты делаешь списками, делаешь отслеживание цены конкурента. Либо же через наш шаблон по Google документам. То есть, потому что это супер важная история. И если ты сделаешь анализ конкурентов, ты заведомо будешь знать, по какой минимальной цене твой товар будет продаваться. И тогда ты исключишь шанс на ошибку, ну кроме как неправильной устроенной рекламы. Во многом. И здесь мы видим следующее. То есть, окей, мы могли бы закупить, но вбиваем в поиск фитнес-браслет Smart Band. И видим, что здесь есть Xiaomi. Xiaomi нам не важно, потому что это оригинальный браслет. Начинаем листать. Видим здесь нашего конкурента за 971 рубль продающего. Листаем далее. Видим, здесь, к сожалению, очень много оригинала, поэтому сложно найти что-то, что нам необходимо. Но даже не сомневайся, пролистав буквально несколько страниц, мы точно это найдем. И вот, листая даже просто озон, не делая какую-то углубленную аналитику рекламы, на второй странице я нахожу его уже за 582 рубля. И рейтинг у этого товара 3.3 имеет целый 51 отзыв. Ну то есть, это достаточно много. И если я буду листать, то я найду это и за 450 рублей, и за 400, и так далее. Значит ли это, что я не смогу продать свой товар за 500 рублей? Ну, нет, не факт. Просто что здесь нужно обращать внимание вот ровно на то, по какой минимальной цене. Ведь ты иногда можешь найти товар с сильно завышенными показателями, там за 3000 рублей он продается у кого-то хорошо. Но не значит, что будет у тебя, это скорее ошибка выжившего. И если ты подготовишься, и у тебя будет минимальная цена, средняя цена, высокая цена, ты будешь понимать, сколько ты можешь заработать в каждом из этих ценовых сегментов, то твои продажи 100% пойдут лучше. И тут мы переходим сразу к третьему пункту, где ошибку допускают даже те, у кого в принципе подбор товара сейчас получается вполне себе неплохо. И которую можно исключить, просто настроив правильный фильтр в системе аналитики. Либо же будучи немного внимательным. Вот мы уже посмотрели этот товар. И мы можем посмотреть сюда и сказать, а что здесь не так. Да, на выручку не обращаем внимания, давай представим, что она у нас закрыта. Вот что еще? И конечно же, это будет рейтинг. Рейтинг этого товара 4,2 балла. А еще мы видели конкурента с рейтингом 3,3 балла и 50 отзывами. Это означает, что если ты закупишь этот товар, то во-первых, ты настрадаешься с возвратами. Их будет много, поэтому твой юнит экономика изначально будет хуже, чем ты планировал. Во-вторых, твой рейтинг может убить не только одну карточку, в которой этот товар, а дополнительно он может сделать еще и так, что погубит весь твой магазин, потому что у тебя заберут Азон премиум. Без Азона премиума нельзя сделать нормальную аналитику рекламы. Без нормальной аналитики рекламы ты можешь потерять десятки тысяч рублей. Впрочем, я уверен, это и так многие из вас делают, потому что не знают, как правильно делать аналитику рекламы, аналитику конкурентов и вообще правильно настраивать рекламу. Хотя все это я уже рассказал на своем обучении по Азону. Ведь там полный набор из более чем 90 практических уроков, в которых ты научишься выбирать себе товары, самостоятельно делать аналитику. Получишь наши шаблоны по аналитике конкурентов, по тому, как правильно проверять товар, когда ты его нашел, чтобы точно не допустить ошибку и у тебя с ним все было хорошо. А после чего я лично согласую каждый подобранный тобой товар в рамках обучения. А также расскажу тебе все про то, как сделать карточки, где ты научишься экономить на инфографике и SEO-оптимизации. Расскажу о том, как правильно настраивать рекламу, как правильно делать ее аналитику. И здесь вот очень важно будет подобрать правильные товары, для того, чтобы твоя реклама начала работать в плюс. И помимо этого расскажу тебе в целом все об аналитике Азона, как ей пользоваться. И у тебя после окончания обучения будут уже свои знания, для того, чтобы в дальнейшем пользоваться всеми инструментами самостоятельно и принимать решения. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Бонусом будут все наши шаблоны для работы на Азон и на других маркетплейсах, юнит экономика шаблона, аналитики конкурентов, чек-лист для проверки товаров, таблиц для подсчетов финансов и еще огромное количество материалов. А также доступ к закрытому чату у нас уже практически тысячи человек, поэтому тебе всегда будет кому задать свой вопрос. Ссылка в описании, переходи, регистрируйся, уроки откроются прямо сейчас, а мы будем продолжать наше видео. Помимо этого существует еще одна ошибка, которую допускают многие, немногим за нее прилетает, но я знаю примеры, когда на товарах даже без логотипов, даже без бренда из Китая, прилетала жалоба. Все потому, что надо понимать, какие товары ты покупаешь. Не нужно покупать товары с логотипом, с коробками брендированными и так далее. Потому что не важно, что ты не знаешь этот бренд, это не значит, что его не существует, это не значит, что к тебе не придут завтра и не скажут, а что это вы наши товарчики продаете, а скажите-ка нам, кто разрешал, а документы пришлите. И потом вот эти люди, которые изначально это не предусмотрели, бегают по комментариям и спрашивают, а что делать, как с этим жить дальше и так далее. Хотя на самом деле логика была простая. Даже если ты видишь вот такой вот отпугиватель, на котором просто написано Pest Reject, ты должен быть готов к тому, что рано или поздно могут прийти господа те, кто владеет этой товарной маркой, и сказать, ребята, извините, больше продавать нельзя. И да, если что, я понимаю, что возможно это даже не логотип, скорее всего это описание товара, ну то есть его название. Но ситуации бывают разные. Я знаю примеры, когда банили там, не знаю, за пару чисел на товаре. Я знаю примеры, когда не было логотипа и банили. Потому что здесь очень тонкая грань, которую нужно понимать. Нужно понимать, что товар должен быть совсем ноунеймом, чтобы точно тебе не прилетело. Потому что есть закон, по которому ты не можешь продавать товары брендовые без разрешения. И здесь его нужно соблюдать. Для того, чтобы потом не искать решения, а как забрать товар, как его потом продать, что с ним делать. А все просто. Нужно изначально предусматривать, какие товары ты выбираешь. И перед нашим последним пунктом обязательно подпишись на этот канал и на мой телеграм-канал по ссылке в описании и по подсказке на экране. Там еще больше о маркетплейсах, о том, как торгую я сам и моих личных кейсов. Поэтому там ты будешь получать еще больше полезной информации, а также сможешь обсуждать последние видео. Я сам отвечаю на многие комментарии. Ссылки в описании. Переходи, подписывайся и давай дальше. Последний пункт, на который многие не обращают внимания. Из-за этого появляется огромнейший миф про маркетплейсы в целом. Вот даже у нас в обучении у кого-то получается сразу найти товары, он сразу же вовлекается в процесс, а кто-то уделяет этому пару часов в день или, возможно, не уделяет, но слушает невнимательно и так далее. И потом приходит с такими выводами. Вот кажется, дешевым товарам больше не место на зону. Там сплошная конкуренция, там нельзя ничего заработать, иду в дорогие товары и так далее. Или, допустим, он уже закупил какой-то товар, обжегся на том, что после того, как он закупил, туда пришли 50 конкурентов. И это не... Это у нас в магазине понятно, что так бывает. Но бывают и в магазинах те, кто продает самостоятельно. Возможно, ты сталкивался с такой ситуацией и, соответственно, разочаровался в дешевых товарах. А дело не в дешевых товарах. Дело в том, как работают маркетплейсы. Дело в том, как работают продажи. На озон в частности. Дело в том, как работают системы аналитики. И самое главное, что если у тебя не получается найти товар в дешевой категории, без конкуренции, то в дорогом сегменте товаров ты вообще ничего не найдешь, потому что логика очень простая. Если у тебя так случилось с дешевым товаром, что пока он для себя ехал, там пообразовалось 50 конкурентов, то 99% на то, что ты просто неправильно посмотрел аналитику. Ведь, скорее всего, ты смотрел просто основного конкурента, не смотрел, сколько товаров всего. И не смотрел самое главное, а сколько новичков вышло с точно таким же товаром за последний месяц. И обычно там кроется самый главный ответ. То есть ты можешь увидеть, что у тебя, например, товар новый, он пока что хорошо продается, но вот товаров, у которых там 0, 2, 3, 4 отзыва, и только начинаются продажи, их с десяток. И тогда логично, что пока ты закупишь этот товар, пока он доедет до тебя, кто-то решит снизить цену, кто-то решит дембинговать, по итогу будет слетать весь рынок потихоньку. И если это предусматривать, то тогда вот эти 99% ты полностью скрываешь. И нужно просто уметь искать товары, которые будут изначально без конкуренции. Потом может произойти многие. Когда у тебя начинаются продажи, то твой товар попадает в топы сервисов аналитики, и, конечно же, его находят. Но вот если так случилось, что ты на старте закупил товар, и у тебя не получилось его продать, то это твоя ошибка. А ошибки нужно исправлять, смотреть внимательно видео, уроки, и понимать, в чем именно твои проблемы, и почему у тебя это не получается. Ссылка на обучение по Азону в описании, переходи и регистрируйся, там же ссылка на наш фулфилмент, и агентство для селлеров. А пока что посмотри мое прошлое видео, доступно вот тут. Пока.